всем привет хочу сегодня вместе с вами по вышивать и заодно ответить на вопросы тега первый раз буду с вами вышивать и отвечать на вопросы когда-то давным-давно у меня был подобный формат но тогда я перематывала нитки вернее не нитки а ленты перематывала лента на бобинки и отвечала на вопросы но перематывать ленты намного легче чем вышивать тем более что у меня не какие-то большие участки сейчас будут зашиваться одним цветом а здесь у меня мелкие детали вышиваются разными цветами каждый раз нужно делать закрепку поэтому я очень надеюсь что я не ошибусь вышивать я буду сэмплер я уже вам показывала так у меня здесь остатки остатки ниточек я их не выбрасываю вдруг не хватит потому что сэмплеры в основном вышивают на 32 каунте а я вышиваю на линде 27 я надеюсь мне хватит ниток нитки здесь ручного окрашивания если не хватит я просто не смогу их докупить вот такой у меня сэмплер сколько раз учила как правильно произносить ну в общем вот такой мамс вот так что мечты о хризантемах называются в общем я получается уже вышла так где мои ножнички вот они я уже вышла вот этот элемент большой вот здесь немножечко мне нужно вышить зеленым цветом но здесь я уже буду вышивать когда передвину пониже немножечко ткань потому что сюда уже тянутся мне сложно руки устают поэтому я буду двигаться вот в эту сторону и буду вышивать дальше вот этот элемент хочу сразу сказать что очень нравится мне вышивать а главное правильно рассчитать расстояние между деталями но в общем мне вышивка нравится заодно вы сейчас видите как организован мой процесс если вы раньше не могли наблюдать то сейчас вы можете понаблюдать как он у меня организован вот так вот у меня схемка магнитик который мне юлия сайкина подарила вместе с сэмплером еще один у меня есть сэмплер а по солнухи и смотрите какая пчелка красивая цвет очень подходит в общем вот так я все это креплю вышина вышиваю на станочке станочек и волга от арабески ну все в общем поехали поскольку здесь нитки ручного окрашивания то нужно брать две ниточки чтобы фрагменты рисунка совпадали ну и делаю я микро закрепочку в общем я сейчас начну с какого-то фрагмента на высчитаю все и тогда уже буду зачитывать вопрос допустим так мне нужно еще конечно же приспособиться чтобы а вам было видно и удобно мне так микро закрепочки я вот так вот делаю некоторые девочки оставляют хвостики а вот здесь вот потом их обрезают я стараюсь хвостики не оставлять потому что ну боюсь что мне не так не хватит но поскольку но поскольку я сейчас буду с вами общаться то придется все таки мне оставлять эти хвостики чтобы попроще так вышивать вышиваю я вот так обычно двумя руками сейчас устроюсь поудобнее заодно хочу я вам процесс показать своей вышивке потому что никогда не показывала вот левая рука у меня сверху правая у меня внизу и вот таким образом я вышиваю правой рукой мне удобнее попасть в дырочку снизу вот таким образом я вышиваю каждый крестик закрываю отдельно потому что нитки ручного окрашивания девочки когда я еще не знала что такое нитки ручного окрашивание если я видела в кадре что девочки вот так вышивают и каждую каждый крестик закрывают я смотрела и думала интересно а может быть они не умеют рядочками вышивать ну то есть у меня опыта не было я совершенно не знала что существуют разные нитки разные способы закрепки нити ну в общем все приходит с опытом но и сейчас как-то уже более-менее я стала вникать во все эти нюансы поэтому я всегда говорю вот пока сама не попробуешь и не убедишься нравится тебе вышивка не нравится хорошие нитки или плохие все он все приходит с опытом вот видите все вот уже один элементик один цветочек получается я вышила поскольку я его вышила вот и так я делаю так также микро закрепочку под крестиком одной микро закрепочки мне мало потому что у меня почему-то всегда нитка потом вылазит не знаю делаю обычно 2 то даже бывает и 3 и теперь вывожу на лицевую сторону и вот так вот пропускаю где-то под парой крестиков еще так знаете для надежности но не знаю почему у меня распускаются у меня эти хвостики потом вылазит так но в общем вот цветочек у меня получился вот такой вот надеюсь вам видно у вас сейчас вот этот фрагмент конечно на переднем плане вот вышивать буду здесь так ну что зачитываю вам первый вопрос тега тег вот сейчас быстренько пробежалась по рукодельному ютюбу и нашла тег он этот тег был давно на канале автор анна третьяк я к сожалению не знакома не смотрела ее канал вот сейчас только увидела что такой существует тег у меня не так много тегов на канале поэтому я не не знаю всех авторов но ссылочку я вам на канал автора оставлю и также оставлю вам вопросы тега тег называется или или первый вопрос набор или подбор ну однозначно набор почему потому что девочки сразу говорю что я люблю подолгу отвечать на вопросы подробно обычно теги болталки у меня длинные поэтому кто первый раз на моем канале не удивляйте так почему собственно набор потому что когда я начинала вышивать я пыталась что-то подбором подобрать то есть я даже так рассуждала зачем такие деньги большие люди платят за наборы когда можно прекрасно все вышить подбором он пожалуйста сколько продаются схемок и я зашла в магазин и мне там также продавец говорит да зачем тратить деньги вот сейчас мы подберем здесь у меня ниточки есть схемки есть я начала выбирать схемки я выбрала схемки я купила к ним нитки пришла домой начала вышивать девочки такая ерунда у меня получилось я не показывал на канале я выкинула это до половину дошив причем мне еще на канву дали мелкого каунта я уже не помню какая 16 или 18 но точно не 14 вот там такая получилась ерунда а вообще не знаю как у меня не отбилась охота вышивать поп после такого вот и когда я потом купила набор я увидела какие шикарные получаются результаты вот я поняла что просто не нужно тратить время на ерунду так главное не сбиться уже сбилась просто не нужно тратить время на ерунду вот а нужно просто сразу купить набор и все да когда у вас будет огромный опыт тогда вы уже можете заниматься подбором но многие девочки говорят что у них прекрасно получаются подбор из первого раза но я очень рада за них я отвечаю на вопросы тега эти вопросы сейчас адресованы ко мне поэтому я не за всех не могу ручаться про всех я не могу знать и и говорить поэтому буду говорить за себя лично для меня подбор это бесполезная трата времени и денег а я сравнивала не намного получается а цена отличается то есть можно по акции со скидкой подкарагулить и купить желаемый набор чем его подбирать ну да это если вы хотите вышивать какие-то раритеты тогда может быть и стоит подобрать вот но я вышиваю чудесную иглу золотое руно мне вообще нет смысла подбирать первый раз вот я вышиваю такие дорогостоящие наборы тоже купила я вот этот сэмплер все в комплекте купила в наборе и ну может быть я бы этот сэмплер подобрала купила бы схему и сделала бы подбор ниток но здесь нитки ручного окрашивания мне конечно хотелось посмотреть как это будет выглядеть в оригинале именно у автора но то есть у меня нет такой цели купить так я буду запинаться потому что для меня это непривычно вышивать и и болтать или или вот так называется или или у меня обычно или вышивать или болтать вот несмотря на то что я умею складно рассказывать но я умею складно рассказывать именно когда я не вышиваю когда вышиваю сейчас будет куча слов паразитов и всяких бег они мек они в общем я думала отдельно записать девочки звук но тогда это будет не живой процесс вышивки я сама такие видео не люблю с наложенным звуком поэтому я их не снимаю очень про все у меня до сегодня будет не только ответы на так ну ладно просто хочет с вами поболтать приятно провести время тимур на вахте дочка уехала как будто я не одна как будто вы сейчас со мной находитесь в общем в общем вот этот сэмплер да может быть и можно было подобрать но я бы тогда никогда не увидела а как он выглядит в живую то есть у меня вокруг девочки а никто не вышивала и посмотреть на него у меня просто не было такой возможности и поэтому мне захотелось купить именно оригинальные нитки по ключу но вы знаете что в россии купить эти оригинальные ниточки я сейчас покажу вот они вот так вот висят я уже показывала быстро они у меня путаются для меня непривычная такая непривычная для меня такая организация процесса но прикольно я не хочу перевешивать но прикольно как-то да знаете такое что-то новенькое так нитки так что вик воркс вот пожалуйста такие вот нитки а кстати говорят что разные нитки в сэмплерах я не знаю совершенно не разбираюсь в этих заморских ниточках а первый раз их вот держу в руках какие существуют фирмы тоже не знаю поэтому коверкать и и на ходу сочинять не буду вот так что первый раз вот я ими вышиваю но где бы я их здесь купила вот такие нитки да можно было бы меланжевые нитки вот допустим эти очень походы похоже вот есть у у гаммы у dmc нитки меланж они вроде как тоже похожи но мне же тогда нужны были бы образцы этих ниток чтобы я по ним подобрала а где я их возьму эти образцы ну в общем не стала и заморачиваться купила и все вот потому что хочу ну хочется мне именно в оригинале но смотрите если бы я подобрала и вышила это бы все равно было не так как задумано автором но и возможно это не было бы так красиво я бы посмотрела и сказала ой чё-то мне не нравится сэмплеры вышивать хотя я сама делала подбор а вот кстати у многих девочек я слышала такое что что-то как-то не очень нравится дизайн потом дальше разговариваешь выясняется что нитки подбирала сама ну я в личку много общаюсь и частенько девочки когда общаются так говорят или скидывают например фотографии мне и говорят посмотрите вот я вышла а у меня вроде как красиво получилось а я смотрю и прям вижу что совершенно не так как в оригинале то есть в оригинале намного лучше да ну я конечно не буду а людей обижать если им нравится конечно они пусть ушивают но я очень редко в своей жизни видела подборы чтобы они были лучше оригинала или хотя бы были бы такие же ну опять же но может быть это я просто не видела вот но судя по тем фотографиям которые мне девочки скидывают я не скажу что там прям что-то такое сногсшибательное все равно набор есть набор и если разница в цене ощутимая то может быть и стоит сэкономить а если разница небольшая я не вижу смысла делать подбор абсолютно хотя у меня есть карта цветов у меня есть карта цветов дмс карта цветов гамма карта цветов пнк имени кирова для чего я их купила если я вышиваю набор и там каких-то ниток не хватило я могу дома сверить подобрать и поехать например в леонардо или в магазин и конкретно я знаю какие мне нужны нитки а вот собственно для чего мне и нужен для чего мне собственно нужен был нужны были карта цветов вот ну изначально когда я их покупала я думала что может быть когда-нибудь мне пригодится а я может быть когда-нибудь буду вышивать подбором я не исключала такую вероятность что когда-нибудь подбором я вышивать буду а вот но как показала вот практика мне не хочется совершенно вышивать подбором я продолжаю скупать именно набор и вот так что а сейчас думаю мне уже и нет смысла особо подбирать но если какие-то маленькие процессы на какие-то срочные совместные проекты может быть и тогда и подберу когда с девчонками где-то участвую а вот а так в принципе нет смысла мне нужно вышивать очень много того что у меня есть второе вышивать строго по ключу или вносить свои новое введение менять нитки канву добавлять другие элементы собственно я вот уже ответила что я не люблю ничего менять хочу как в оригинале уже я в первом вопросе ответила наверное почти на все вопросы ответила так в общем ничего менять я не буду канву могу заменить если канва очень мелкая я могу взять каунт побольше ну потому что мне сложно из-за зрения из-за давления сложно вышивать на мелком каунте и элементы какие то я могу добавить например я могу добавить серединку цветочка бисеринки у меня такое было чуть-чуть могу добавить могу добавить где-то металлизированную ниточку вот я вышивала так феечка у меня была и чуть-чуть по уме и в крылышки добавляла металлик ну чуть-чуть прям буквально разметка маркером и лимона нитью вот как раз вы сейчас видите у меня разметка маркером девочки вообще для меня было открытие буквально недавно что вот таких маркеров существует три вида а я думала что только ватер пэн и айс пэн ватер который смывается водой айс который исчезает на воздухе но как оказалось есть еще вот такой айр айр не айс а айр и девочки я взяла на маркер который айс и вот здесь поставила вот они меточки центр и остались желтые пятна он не исчез вот этот маркер он у меня водой смывался всегда без проблем я очень пожалела что я взяла другой маркер и попыталась им разметить нитками я не размечаю потому что если я начну размечать вот так вот ниткой то я и ниткой собьюсь а равномерку у меня рябит в глазах я не могу равномерку посчитать квадратики я сбиваюсь и даже когда я буду это делать ниточкой я все равно собьюсь я черную канву размечала ниткой и съехала на один квадрат а тут даже могу на половину съехать поэтому меня это не спасет если я буду размечать нитками многие девочки боятся что маркер не отстирается вот этот маркер меня вообще никогда не подводил все мои работы вышиты вот с таким маркером единственное здесь нитки ручного окрашивания я не знаю полиняют они или нет но заодно будет эксперимент посмотрю в холодную будут в холодной воде стирать без моющих средств вернее не стирать а просто немножечко ну положу воду только чтобы разметка смылась но вот что делать вот с этими желтыми пятнышками я потом буду думать может заранее их кстати вот пока натянута может быть заранее пятна выводить или лок на них капнуть потереть не знаю подумаю еще так третий вопрос это был четвертый вопрос схема цветная или символьная я вышиваю по любым схемам единственное я не люблю очень яркую цветную схему но все таки я вышивала в наборах черивно мыть бывают яркие схемы но я все равно вышивала хоть и тяжело было но работу закончила до конца вот и также у меня есть еще от черивно мыть другие наборы поэтому все равно буду их вышивать ну не выбрасывать же я же их накупила уже так остатки ниток надо назад их навесить так ну ладно я это сделаю потом пока вот здесь их разложу не люблю вышивать парковкой одна у меня всегда игла там дальше такие вопросы наверняка будут кстати я не читала вопросы я прям сходу вот так отвечаю первое что пришло в голову я никогда не готовлюсь когда отвечаю на теги так вышивать парковкой или по цветам только по цветам парковкой умею вышивать но я растяпа парковать не хочу иглы потому что я их растеряю вот эти остатки ниточек я навешиваю назад на органайзер пока сейчас отвечаю на вопросы не хочу отвлекаться а вообще я их назад вешаю вышивать с монитора или по бумажной схеме я никогда не вышивала с монитора хотя у меня вот этот телефон Huawei и программа у меня здесь установлена я уже ее открывала я ее видела кросс-сич сагу я установила но для меня это мелкий экран хоть даже там и увеличивается но для меня во-первых мелко во-вторых куда-то надо его сюда пристроить вот как у меня очень удобно здесь схема рядышком я не знаю куда мне здесь телефон прилепить вот мне как-то вот так не знаю удобнее я не могу организовать свой процесс я не знаю как его организовать так кошечки у меня здесь совачки лазают если вы слышите посторонние звуки то это моя живность тут помогает мне вышивать шуршат пакетиками я может быть когда-нибудь и попробую вышивать по этой программе но все равно рано или поздно у меня будет планшет потому что мне смотреть видео на ютюбе и вести трансляцию читать чат очень удобно было бы с планшетой как раз там бы я установила кросс-сич сагу и попробовала бы вышивать но если честно я не видела необходимости ну то есть вот будет у меня планшет если то я попробую если не будет я прекрасно буду вышивать по бумажным схемам то есть у меня не было целью купить планшет специально для кросс-сич саги то есть мне планшет нужен чтобы смотреть видео описать комментарии отвечать на комментарии просматривать свою творческую студию ну в общем в любом случае с планшета это делать удобнее чем с телефона но мне во всяком случае все равно мелковато вот и трансляцию когда я веду тоже читаю чат и тоже мне в телефоне мелковато вот с планшетом будет удобнее но вот для этого он мне нужен если я смогу вышивать по нему я вот слышала девочки многие привыкают и не могут уже по бумажной схеме вышивать то есть им уже только в электронном виде в виде схемы только в электронном виде уже их устраивают схемы но все дело привычки понятно но мне почему-то кажется что у меня не приживется кросс-сич сага потому что я много лет работаю за монитором и вот я сейчас вышиваю и вот если честно меня вот эта лампа раздражает она мне светит в глаза как только я ее не настраиваю вот этот свет перед глазами не знаю даже если он сбоку я хочу чтобы мои глаза отдыхали я не хочу чтобы какие-то лампы мне светили но сейчас это потому что я с вами вышиваю мне не очень удобно обычно я когда на пяльцах вышиваю у меня свет вот тут сбоку из-за плеча он не так мне светит в глаза а сейчас вот он у меня впереди вот ну и не знаю не нравится мне смотреть на монитор во время вышивки именно потому именно не нравится смотреть на экран ну уж очень много времени я провожу и в комментариях и где-то на личные сообщения ответить почту свою просмотреть ватсапе сообщения отправить погоду посмотреть посмотреть там приложения какие-то ну вот все равно постоянно приходится залазить в телефон а тут еще и ты вышиваешь и опять телефон я думаю что глаза все-таки должны отдыхать тут даже не в том дело что я привыкла вышивать но по бумажной схеме мне кажется что это вредно для глаз но я не утверждаю я не знаю на самом деле я высказываю свое мнение я устаю устает монитор бывает даже вот после трансляции сидишь перед монитором вот и начинает уже голова болеть когда там читаешь чат который бежит вот поэтому вот такой прям маленький экранчик вообще смотреть не хочется лишний раз гем наперсток или без него у меня его не было я им не пользовалась и не считаю нужным не считаю нужным его использовать вот вы видите как я сейчас вышиваю вот зачем мне гем наперсток когда вот когда я вышиваю я туда вот так могу палец подсовывать вот как видите я вышиваю а у меня нитка то и не путается особо вот так ее нужно раскручивать крутить иголочку против часовой стрелки иногда и нитку придерживать то есть это получается уже машинально когда ниточка идет вот там палец вот так то есть мой палец и мой ноготь он заменяет мне как то вот уже это машинально получается а мне наперсток заменяет не знаю я для чего он мне нужен наверное он мне не нужен вообще очень много всяких лишних причин дал покупаю потом например они мне не пригождаются они мертвым грузом лежат занимают много места естественно выбросить жалко потому что это больших денег стоит вот кому-нибудь подарить тоже как говорится жаба душит а не то что жаба душит я конечно подарки дарю но вы знаете так иногда думаешь сейчас вот кому-нибудь отдам а потом мне это пригодится так один крестик пропустила розовенький должен был быть вот поэтому вот эти вот всякие мелкие штучки которые якобы нам когда-нибудь могут пригодиться мы рукодельницы очень любим копить и складывать и они лежат мертвым грузом вот а на самом деле я всегда говорила для того чтобы вышивать нужны самые простые ножницы иголка и самые дешевые пяльца а остальное все это наше баловство так куда куда не туда уже все пошла уже вот я вот так вот иду вышиваю вышиваю уже вообще без схемы вышиваю куда хочу там там и сделаю крестик вот собственно девочки почему я не умею снимать теги ой нитка еще и порвалась зацепила вот поэтому я не умею вышивать и снимать теги вот и потом обязательно мне кто-нибудь напишет что ой фу как нудно невозможно дослушать до конца ну такое у меня уже было я не знаю я в принципе согласна с этим что нудно невозможно до конца дослушать а что делать что девочки делать вот ну вы в любом случае напишите вот если действительно все так печально то я не буду снимать теги во время вышивки я могу отвечать на теги в своих прямых эфирах или просто как раньше в видео сесть лицом к вам и отвечать на вопросы ладно это будет такой пробный пробный у меня будет такой тег а вы уже напишите не ну я у других девчонок тоже смотрела такие теги где они так же и вышивают и отвечают и в принципе многие так же вот рассказывают но я сама по себе такая эмоциональная и я люблю чтобы тоже все было так живенько эмоционально вот и слушать я люблю таких людей живых эмоциональных вот поэтому когда я начинаю монтировать переслушиваю свои вот эти вот влоги где я как сейчас что-то бубню себе под нос мне если честно не нравится мне самой это не нравится ну не знаю как вам так станок куснапы или пяльца пяльца однозначно пяльца однозначно пяльца самые дешевые самые простые пластмассовые которые на распродаже куплены по 30 рублей в леонардо вот гамовские очень я их люблю почему собственно сейчас на станке ну потому что во первых блогер потому что когда я покупала станок я думала что все время я буду вот так снимать теги все время буду с вами вот так вот болтать и буду показывать вам работу которая не размечена чистенькая где нет кругов от пялец ну как сказать выпендриться очень хотелось выпендриться показать что вот у меня смотрите как вот тоже все красиво вот а на самом деле очень болит спина и вот рука на весу вот даже вот это сейчас эта рука сверху лежит а внизу которая рука она все равно на весу как я только не приспосабливалась как я только не усаживалась и все равно получается что рука устает спина устает утром встаю руки аж не имеют то есть для меня это вообще шея устает голова болит ну в общем девчонки на пяльцах мне гораздо удобнее вышивать вот ну потом вот зрители ругаются что ой мятые работы но все равно это же приятно когда в кадре вот так красиво это же очень приятно когда вот такая красивая работа перед вами в кадре и это ну от этого можно получать эстетическое удовольствие я тоже от этого получаю эстетическое удовольствие но спина зараза очень болит поэтому пяльца все равно остаются моими любимыми на куснапах я не вышиваю пяльца 20 сантиметровые я даже не беру большие пяльца мне неудобно их держать в руках всегда у меня 20 сантиметровые пяльца ой девочки вот действительно кому сейчас кажется что я очень медленно все это бубню себе под нос вот это мое нормальное состояние то что вы видите в трансляциях я там стараюсь громче говорить эмоциональнее для того чтобы вам было интереснее на самом деле когда я просто расслабленно сижу и вышиваю мне совершенно не хочется много эмоционально болтать вот в основном я вот так разговариваю если я сильно не напрягаюсь вот а когда я веду трансляции то я напрягаюсь если просто некоторые думают что я такая эмоциональная всегда нет так большие работы или маленькие разные разные работы когда-то я вышивала небольшие работы потом я сказала я хочу вышивать репродукции картин репродукцию я еще ни одну не вышила но большие картины у меня есть парижанки роза триолис ну достаточно большие картины вот вот кружевной букет тоже по размеру большая картина но потом я поняла что если все картины в моем доме вот такие большие куда же я их потом буду вешать не знаю куда я их буду вешать вот поэтому мне захотелось еще и вышить маленькие и еще возникла такая проблема я пошла навстречу вышивальщиц и все девочки принесли с собой работы когда я первый раз пошла а я не принесла ни одну работу девочки ни одну потому что все они были у меня оформлены и тогда я поймала себя на мысль зачем же я все оформляю но мне вот реально даже принести нечего потом я решила сейчас я вышью маленькие и на следующую встречу вышивальщиц я их возьму и действительно я вышила много жар птицы волшебной стороны вышила волшебной стороны меньше и так много и еще небольшие у меня работы которые я с собой ношу и мне очень приятно что их тоже разглядывают то есть не только я разглядываю и снимаю видео про другие работы но на мои работы тоже обращают внимание вообще минус того что блогер ты я блогер то что пока там снимаешь на все смотришь через объектив камеры при этом даже спрашиваешь у людей имена потом приходишь домой ничего не помнишь потому что все смотрела на все смотрела через объектив камеры вот потом по видео там что-то вспоминаешь заново как бы знакомишься с людьми ну то есть уделяешь время людям уделяешь время их работам уделяешь время съемки видео но свое ничего не показываешь ну и как-то получается такое одностороннее общение а всем конечно нам хочется еще и свое что-то показать чтобы люди посмотрели еще чтобы если похвалили ну это же приятно правильно а вот а у меня так получается что как-то все встречи они мимо меня проходят вот и тут еще и принести мне нечего вроде как я пришла всех поснимать а сама ничего не вышиваю вот ну теперь у меня есть небольшие работы я их с собой беру и мне приятно когда их разглядывают когда разглядывают спрашивают а кто производитель допустим а какие ниточки здесь ну в общем когда люди проявляют интерес к моим работам мне это очень-очень приятно так вышивать сидя на стуле в кресле или на кровати полулежа только на кровати полулежа раньше я вышивала на стуле у меня еще есть станок напольный вышивала я на стуле но очень болит спина хотя она в принципе и полулежа болит и сидя болит и всяко болит но так хотя бы мне полегче ну я не буду заострять внимание у меня особые проблемы с позвоночником поэтому вы на свой счет это не берите это не это не у всех так вот у меня своя тут свои у меня тут свои такие проблемы которые я на которых я не хочу заострять внимание но для меня сейчас только этот вариант полулежа хотя тоже вот вот сейчас я уже сижу снимаю и если честно уже невыносимо хочется сменить положение или взять пальцы поменять процесс вот почему еще я меняю процессы так далее органайзеры специальные или самодельные а вот какие в наборах были такие я и использую если в наборах никаких органайзеров нет а если бы просто были нитки я бы свои кстати я делала раньше дыроколом дырочки проколола и нормально а потом на алиэкспресс купила упаковку там их то ли 50 штук то ли 100 штук хороший плотный такой картон и у меня эта проблема отпала они мне собственно редко когда нужны и я думаю их хватит мне надолго поэтому сейчас я не делаю вообще делала если честно я много внимания этому не уделяю у меня есть всякие органайзеры но смотрите что я еще заметила вот даже вот эти нитки если бы я сейчас полностью все нарезала полностью все повесила на планшетке либо я их перемотала сейчас на бобинки многие девочки вот эти нитки перематывают на бобинки чтобы они красиво смотрелись да они очень красиво смотрятся я не спорю но сколько они отнимают время у вышивки девочки я иногда смотрю блогеров и у меня такое ощущение что они только занимаются организации своего процесса то есть пока они ниточки туда ниточки сюда перевесили перемотали разложили полюбовались три крестика сделали и все и у них интерес пропадает они начинают новый процесс все перегорели я считаю что вот эта перемотка ниток развешивание туда-сюда это очень много отбирает времени у самой вышивки то есть за то время пока я нарежу пока я это все развешу я не не буду успевать вышивать а для меня важнее вышивка если бы время было бы безразмерно и можно было бы заниматься этим еще хватало бы потом время чтобы повышевать то другой разговор можно было бы потратить время на организацию процесса а на самом деле пока все все эти манипуляции с нитками проделываешь лучше за это время бы повышевать то есть есть категория зрителей которые любят чтобы в кадре было все красиво например даже сейчас могут некоторые зрители мне написать что это некрасиво не эстетично вот так показывать нитки когда они на бобинках это приятно смотреть да я согласна вам приятно смотреть но если бы я их целыми днями тут перекладывала перематывала в итоге прошел бы например месяц а вы бы мне сказали что ты за блогер сколько процессов показываешь а сама еще ничего не вышло ну у меня бы не хватало времени на вышивку то есть пока я бы наводила красоту для зрителей мне бы зрителям в конце месяца показать было бы нечего я стараюсь каждую свободную минуту вот каждую свободную минуту посвятить именно продвижением по процессам даже у меня бывает вот я процесс уже закончила и остатки набора нитки вот допустим у меня корзиночка и вот здесь корзиночки у меня маркеры ножнички вот я начинаю вышивать я ее рядом ставлю здесь у меня карандаши маркеры вот эту корзиночку ставлю бывает в этой корзиночке у меня например нитки от предыдущего процесса которые бы уже надо бы разложить все по пакетикам сложить а я все откладываю это на завтра думаю ладно потом потом потому что мне нужно сегодня срочно вышить то то а вот сейчас у меня еще будет там хэллоуин нужно мне еще мышку начать вышивать а у меня тут еще баночки недошиты ну то есть я сразу переключаюсь на другие процессы и в итоге в итоге у меня получается все вот так вот лежит некрасиво ну то есть вы понимаете да если я буду это сделать в угоду зрителю то потом мне нечего будет показать ну и опять же зрители будут недовольны есть девочки которые они просто сами любят чтобы у них все было красиво то есть они это делают не для зрителя а для себя но ну тогда получается что они отбирают время у вышивки могли бы вышить больше а на самом деле вышивают мало но те девчонки которые не работают да они могут и ниточки разложить красиво и повышивать много продвинуться а когда работаешь и вот и летом еще огород тут вообще все сложно очень сложно и мне просто не хочется тратить свое время вот именно на перекладывание перевешивание ниточек ну лично я в этом смысла не вижу вот если это я буду делать то только для зрителя получается так лично для меня это не нужно с лупой или без без лупы девочки у меня очки зрение у меня упало плюс два с половиной и еще и сверху лупа все девочки очень устают глаза у меня есть у меня лупы нет у меня есть очки и лупы вот нет девчонки потом глазами вертишь вот так в разные стороны лупы это там вот так играет изображение ой все у меня голова потом разболится не хочу то есть я попробовала это не мое вообще не мой вариант хотя окулист мне говорила что мелкую работу ювелиры всегда делают с лупой то есть это нужно делать вот но нужна какая-то дорогая профессиональная лупа в принципе у меня очки тоже не из дешевых у меня есть на канале обзор очки зоркость но как-то они у меня не прижились мне не нравится их одевать поверх моих очков мне все равно не очень удобно так равномерка или аида а вот пропустила вышивать одну работу одновременно или несколько много у меня параллельных процессов с которых я нормально переключаюсь с одного на другой они меня не тяготят равномерка или аида и то и другое одинаково могу вышивать и на равномерке и на аиде но аиду все-таки люблю больше особенно вот на пяльце когда вышиваю я устаю от равномерки и мне хочется потом повышивать на аиде но и на равномерке я тоже могу единственное чтобы каунт был 27 или 28 чтобы соответствовал 14 каунту канвы на мелком не могу вышивать на мелкой равномерке вышивать под звуковое сопровождение музыку телевизор или в тишине нет в тишине вообще никогда я не вышиваю мало того что я не вышиваю в тишине то но я еще и когда какие-то дела делаю мне обязательно нужно сопровождение то есть обязательно я должна слушать блогеров либо смотреть перед передачу какую-то либо фильм а я совершенно не могу сидеть в тишине дело в том что я опять же в своих трансляциях и видео столько много разговариваю что я люблю когда одна просто помолчать и кого-то послушать как правило это телевизор или какие-то передачи или блогер вот я все равно больше люблю слушать я от этого не так устаю сижу расслаблена чем говорить я поговорить пообщаться очень люблю но я тоже от этого устаю вот поэтому когда я одна я просто включаю блогеров не смотрю блогеров которые снимают свое видео под музыку музыку я вообще в последнее время не слушаю а когда на музыку наложен еще и голос тут тем более я слушать не хочу у меня тоже начинает голова болеть то есть я хочу слушать голос человека и желательно чтобы этот голос был в тишине меня не раздражают ни пакетики ни дети которые прибегают ни собачки там которые гавкнули вот но если это в кадре несколько часов подряд то есть постоянный шум или вот на улице снимают или едут в машине там целый час рассказывают долго смотреть не могу поэтому когда я снимаю свои влоги я стараюсь как-то коротенькими фрагментами что-то сказать в машине потом доехать до места и тогда уже что-нибудь сказать или показать что-нибудь там то есть я и сама так снимаю и люблю так то есть я немножечко там шум какой-то могу выдержать а потом нужно мне чтобы было потише что касается музыки то от музыки тоже я устаю в молодости я любила ее слушать а сейчас я устаю а я не могу фильмы слушать с громкой музыкой вот бывает разговор тише а потом как музыка заорет даже и хорошая музыка красивая но она громче чем голос и просто мне не хочется сразу начинает голова болеть и когда слишком много музыки в фильме то есть я хочу слушать человеческую речь голос но не музыку так собирать коллекцию мулине и канвы или покупать только под конкретные проекты да только под конкретные конкретные проекты нарезку ниток дмс я беру в магазине радуга вышивки вообще не люблю когда у меня остатки ниток лежат наборы сразу остатки наборов я отдаю вот конечно же у меня ниточки есть купленные когда не хватает где-то ниточек а я куплю и они у меня лежат чуть-чуть использую остальные у меня лежат вот сейчас у меня есть небольшой проект хэллоуин я попробую подбором его вышить это будет первый мой подбор такой у меня нет готовой работы с подбором мне нечего вам показать но я не знаю есть ли у меня все те цвета которые нужны а то может быть придется докупать но буду вышивать ниточками гамма дорогие нитки собирать димси анкор модейра это я считаю бесполезная трата денег если купить всю палитру ведь там больше половины цветов никогда в жизни не пригодятся они просто будут лежать мертвым грузом но это ведь лежат не просто нитки это лежат деньги поэтому на конкретный проект да я куплю а зачем мне эти лишние метражи зачем в них вкладываться я просто не понимаю не вижу смысла если я вкладываюсь в наборы если я их не буду вышивать я их рано или поздно смогу продать а если я буду вкладываться в нитки ну я же прекрасно понимаю что для себя мне столько ниток не нужно то есть вся палитра а какой смысл не всю палитру например покупать часть купить а часть нет ведь все равно вот в процессе когда по 30 по 40 по 50 цветов до 99 процентов вероятности что в вашем процессе не окажутся такие цвета которые допустим есть у вас в наличии ну вот у меня лежат в коробочке нитки их вроде бы много но когда я начинаю искать нужные там их не оказывается все равно приходится идти и покупать еще и что в итоге получается ну какой смысл их дома складывать если все равно потом идти и покупать вот ну вот единственное что если всю палитру но смотрите вот например купила я всю палитру dmc а беру процесс какого-то цвета мне нужно метр какого-то два а на какой например на фон мне нужно несколько мотков мне же все равно идти покупать все равно заказывать и покупать ну какой смысл тогда покупать заранее всю палитру вот допустим я вот сэмплер где нитки dmc там по ключу написаны цвета все помоточку например купила и все ну да конечно останется не все уйдут часть останется ну а зачем покупать те цвета которые не нужны в надежде что когда-нибудь где-нибудь они пригодятся так может такое произойти да не может а с большей вероятностью что многие цвета вообще не пригодятся никогда просто будут лежать просто будут потраченные выброшенные деньги и потом если вы да вам даже это будет не нужно вы это никогда не продадите а ну вы только можете это отдать ну вот мне например сколько раз предлагали ой вот многие женщины говорят я когда-то вышивала у меня много ниток пнк возьмешь я говорю нет но какой смысл мне дома делать склад этих ниток я просто не понимаю для чего они мне нужны поэтому я их не беру вроде казалось бы у меня очень много дома вещей которые касаются вышивки и станочков и пяльцы и маркеры и много всего и вроде как-то даже кто приходит иногда удивляются ой ой сколько сколько всего да сколько вещей сколько всякой мелочевки вот этой но практически все это нужно оно пригождается рано или поздно а вот вся палитра ниток я точно знаю что мне никогда не пригодится поэтому несмотря на то что я вроде много всего скупаю но я стараюсь это делать как-то разумно хоть на чем-то я пытаюсь сэкономить понимаете я хоть и транжирка но хотя бы на чем-то пытаюсь сэкономить ну хотя тоже знаете транжирка это я так шучу вот такой уж прям транжирка если я не могу назвать потому что я сама и зарабатываю вот если бы я только тратила деньги мужа тогда бы я была транжиркой а так в принципе я считаю что это я шучу вот так на самом деле если я транжирка не считаю так сдавать в багет или оформлять самостоятельно нет никогда самостоятельно не буду оформлять мало я это не люблю делать мне бы подушки бы мои шить вот вообще не люблю этим заниматься так а где нужно иметь мастерскую у меня однокомнатная квартира где этот багет буду брать это ну некоторые покупают готовые рамочки в икее оформляют но вы знаете наша багетная мастерская не намного дороже чем эти рамочки в икее на моем канале можете посмотреть у нас недорогое качественное оформление и багетка у меня всего вот две остановки от меня поэтому я не буду этим заниматься и вообще не хочу в последнее время оформлять я хочу свои работы навстречу вышивальщиц носить дарить или оставлять себе я в принципе много своих работ дарила много дарила но есть любимые которые я не отдам так знаменитый производитель или путь проб и ошибок наверное путь проб и ошибок я больше скажу я раньше вообще не понимала зачем нужно покупать дорогих производителей когда есть дешевые ну есть же дешевенькие хорошенькие сюжетики так зачем же нафига вот зачем мне вот этот сэмплер с нитками ручного окрашивания если есть прекрасная чудесная игла которую можно вышивать я же так на ютюбе ты же всегда говорила вот но до всего нужно дорасти в каком плане дорасти не в том что это мастерство великое вот например ну я не считаю что вот этот сэмплер великое мастерство что этот сэмплер тяжелее вышивается чем набор золотого руно нет вышивается все намного легче но если эти сюжеты раньше меня вообще никак не привлекали когда я их очень долго разглядывала и близко разглядывала то в какой-то момент мне захотелось попробовать вышить вышить то есть вот так не ошибиться вот в какой-то момент мне захотелось попробовать их вышить то есть нужно дорасти так же как и до дорогих производителей если когда начинаешь вышиваешь какие-то маленькие работы и недорогие и уже у тебя их много то приходит такой момент что тебе просто хочется попробовать что-то подороже потом например если вот вышиваешь дешевыми нитками а потом уже надоело и уже приходит мысль ага я хочу попробовать подороже нитки посмотреть сравнить как они по качеству а когда-то я читала про эти нитки dmc на форумах девочки писали зачем вы вышиваете этой гаммы когда dmc такие хорошие нитки а я читала и думаю а чё жиру-то бесится гаммы-то тоже неплохие чё деньги-то транжирить на эти dmc ну вот я так рассуждала а у меня было всего вышито на тот момент одна или две работы ну какая я была еще вышивальщица да никакая у меня ни опыта не было никакого ни знаний у меня никаких не было я просто читала и удивлялась точно так же как я смотрела видео Катринке про ее хомячий уголок и у нее комод полный с наборами я все время говорила а зачем столько а зачем столько ведь это же все не вышьешь а потом как меня одолело это коллекционирование как меня захлестнуло и я теперь даже не думаю вышью я это или не вышью я просто хочу и покупаю как только денежки получу заработаю все так присматриваю себе что-нибудь еще прикупить и даже не думаю когда я это буду вышивать зачем мне об этом думать если я люблю просто покупать вот ну не то что просто я же конечно это и вышиваю но понятно что в таком объеме в таком количестве все равно не вышьешь вот но ну вот почему я говорю до этого надо дорасти или может быть не дорасти знаете как как бабушка моя говорила надо дожить вот вот надо дожить проходит там два-три года пять лет и у вас меняются вкусы меняются приоритеты ну вкусы в дизайнах у меня не изменились то есть мне по-прежнему нравятся те сюжеты которые у меня есть в коллекции также и чудесные игла и матрешки и все остальное но хочется расширить свой кругозор то есть хочется намного больше познать постичь попробовать ну то есть я хочу например лет через пять когда мне задают вопрос про нитки вот я например не могу прочитать да вот как называются вот эти нитки а я хочу чтобы например через несколько лет я уже сидела и с умным видом уже говорила я вышиваю нитками wick day works ну понимаете да потому что если раньше я не знала чем отличается гамма от dmc я уже знаю чем отличается аида от равномерки я знаю и теперь я еще хочу выучить как называются вот эти заморские все ниточки я их производителей вообще не знаю вот недавно узнала что такое парижские вышивальщицы увидела что у них сюжеты от вероника женер какие прекрасные вот вот до этого нужно дорасти все приходит с опытом в один день невозможно это все постичь и познать для этого нужно нужно жизнь прожить чтобы все узнать так знаменитый производитель вот кстати знаете знаменитый производитель еще хочу что добавить когда я начала вышивать чудесную иглу она не была еще знаменитым производителем но мне уже тогда нравились их сюжеты я с первого дня их рекламировала на ютюбе и потом девчонки уже начали покупать многие мои зрители от меня узнали что такое чудесная игла а сейчас это знаменитый производитель вот поэтому ну новых производителей я считаю тоже нужно пробовать а может быть они через пару лет переплюнут Dimensions или Золотое Руно так довольно классический довольно классический сюжет или все что выходит за рамки понятия классика а я не понимаю что такое вышивки классика для нас например классика это что три богатыря и матрешки вот а для наших заморских коллег вот эти сэмплеры квакеры что там миробилии у них это классика как можно сравнивать классику когда в каждой стране свои предпочтения вот поэтому что значит классические сюжеты ну мы но но мы но можем вышивать наши сюжеты нашу классику можно можно вышивать другие костюмы ну для меня это как-то сложно классика а если допустим в литературе когда мы книги читаем да там авторов называем классикой ну это это всеми признанные авторы да всеми признанные авторы и уже они в энциклопедию занесены их они признаны классиками а в вышивке какие сюжеты признаны классикой где вообще эту информацию можно почитать вот просто даже интересно какие сюжеты называются классическими и где это определение и в какой книге или в какой энциклопедии это написано например если я знаю что Пушкин Некрасов Лермонтов это писатели классики я любую сейчас открою энциклопедию там это будет написано а что касается вот вышивки это вот сейчас у меня классика или нет вот смотрите вроде сэмплеры сейчас вышивать их модно да но ведь эти орнаменты очень похожие на орнаменты на народных костюмах на вышиванках это тоже можно назвать классические рисунки вот эти узоры этими узорами в старину расшивались костюмы многие эти фрагменты очень похожи на фрагменты рушников тогда этот сэмплер можно назвать классикой вот девчонки очень сложное определение классики вышивки для меня сложно хомяк или жаба да и хомяк и жаба а чё б нет пусть живут вместе дружно а вот говорят как кошка с собакой а у меня собака с кошкой вместе могут спать вон облизывать друг друга у кого то кошка с собакой живут дружно а у кого то дерутся вот то же самое мой хомяк с моей жабой очень хорошо уживается а с одной стороны я транжирка я всё хочу всё хомячу но с другой стороны я умею считать деньги в первую очередь я оплачу коммунальные услуги накуплю продуктов полный холодильник а потом уже пойду тратить на вышивку ну то есть как вроде я иррационально трачу деньги но в то же время ну да некоторые считают зачем столько тратить на вышивку особенно те кто не вышивают лучше бы доделала дома ремонт да я и так рано или поздно его доделаю этот ремонт но я не тороплюсь его сделать срочно меня это никак не тяготит если я хочу купить вот сейчас новинки я лучше куплю новинки шкаф успею я этот шкаф заказать не в этом году так на следующий год я вообще как-то к этому ко всему отношусь спокойно когда я была молодая и не увлекалась вышивкой у меня был шикарный ремонт и мебель и все у меня это было сейчас вот переехали мне лень этим заниматься я хочу наконец-таки пожить для себя не ради ремонтов дети выросли все уже прошло то время когда я жила ради детей ну и ради ремонтов я создавала этот уют чтобы детям было комфортно а сейчас не знаю я не вижу смысла переклеивать то и дело обои не вижу смысла покупать дорогие наряды а вот как раз вот эту всю вышивку я люблю и когда мне со стороны говорят ой лучше бы потратила на что-то другое что-то транжиришь деньги а я считаю что купить тряпки это транжирство а вот купить набор новый это не транжирство это вложение денег я в любой момент могу продать если захочу поэтому я считаю что в этом плане я рационально трачу деньги если бы я тратила деньги на рестораны на дорогие на дорогую косметику на тряпки которые потом бы выкинула вот это было бы транжирство так я не считаю что я транжирую вот поэтому с одной стороны вроде я жаба потому что я на другие вещи кроме вышивки как сказать скупердяничью хотела сказать короче все я уже устала я не могу другого слова подобрать вот в общем если меня жаба душит потратить на на что-то другое то на вышивку меня жаба не душит а на вышивку меня мой хомяк подбивает иди купи иди купи вон вышли новинки опять сколько к этой формуле рукоделия новинок вышло это же просто какой-то ужас мой хомяк сошел с ума а я столько не покупала даже в прошлом году позапрошлым сколько я накупила в этом году хомяк вообще разбушевался вот просто он ну я его и не сдерживаю он так радуется и ликует что мне просто не хочется ему портить настроение ну пусть порадуется на старости лет в общем вот так я отношусь ко всему куплю новый наборчик и будет мне счастье вот для того чтобы купить новый наборчик заработаю денежку и буду радоваться так что вот так девочки надеюсь вам мое занудство понравилось если понравилось ставьте лайки если не понравилось ставьте дизлайки с вами была Инесса всем желаю удачи пока пока до свидания пока до